Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Мой дед Малахов Александр Степанович, 1913 года рождения, уроженец деревен Микишино, Нюксенецкого района Вологодской области. 12 августа 1941 года был призван по мобилизации сталинским районным военным комиссариатом города Ярославля. Был рядовым стрелком. В период с августа 1941 по февраль 1942 года участвовал на фронтах Великой Отечественной войны в составе 586-го стрелкового полка 5-й гвардейской стрелковой дивизии на Центральном фронте. 13 февраля 1942 года в ходе наступления в районе населенного пункта Кувшинова Смоленской области оккупировано гитлеровскими войсками еще в июле 1941 года. При форсировании реки Угры дед был тяжело ранен сквозным пулевым ранением в плечо левой руки. В период с февраля по сентябрь 1942 года находился на излечении в ИВК-госпитале города Везники Ивановской области. 7 сентября 1942 года уволен по ранению. Инвалид Отечественной войны 2-й группы. После излечения вернулся в Ярославль, где жила его семья. Работал сторожем сторожевой охраны артелей инвалидов. В нашей семье бережно хранятся ордена и медали моего деда, а также под сигар его бритвенные принадлежности. Этими вещами он пользовался во время войны. Из сохранившихся в нашей семье воспоминания о войне, рассказанных моим дедом, можно выделить одно, пожалуй, самое яркое. Как мой дед получил приказ взять языка. Рискуя жизнью, он справился с поставленной задачей. За это он был представлен к награде, которую получил уже после войны. За отвагу и храбрость, проявленные в период Отечественной войны, указом Президиума Верховного Совета СССР от 30 мая 1951 года, мой дед Малахов Александр Степанович был награжден Орденом Славы Третьей Степени. Со дня смерти моего деда прошло уже 30 лет. Но каждый год, 9 мая, в нашей семье вспоминают о нем, а также о других наших родных и близких, бабушках и дедушках, тех, кто воевал на войне или трудился в ТУ, всех тех, кого сегодня с нами нет, но память о них и их вкладе в великую победу будет жить с нами всегда. Майор внутренней службы Морозова Надежда Владимировна. Я помню, я горжусь, служу России. Во имя всех тех, кто жив, и тех, кого уже нет, и тех, кто будет потом. Субтитры создавал DimaTorzok